Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Шатнева, заведующая Одинцовской поликлиникой номер 2 и Ольга Валерьевна Коротких, заведующая терапевтическим отделением Одинцовской поликлиники номер 1. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. Тема сегодня нашей программы – диспансеризация. Поговорим о том, что это такое и, собственно, как проходит эта кампания на территории Одинцовского района. Ольга Валерьевна, сколько лет уже проходит диспансеризация? Диспансеризация проходит с 2013 года, то есть уже получается в этом году 5 лет. В общем-то, юбилейный год, по последним данным, который озвучила исполняющая обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Викторовна Одинцова на последнем заседании, была озвучена цифра, что практически 80% населения уже на сегодняшний момент прошли диспансеризацию. Да, так и есть. Елена Владимировна, давайте разбираться более подробно, что такое диспансеризация и зачем она нужна населению. Диспансеризация – это бесплатная медицинская услуга, которая оказывается в наших поликлиниках. Диспансеризация нужна для того, чтобы выявить состояние здоровья, хронические заболевания на ранних их стадиях, выявить факторы риска развития заболевания, которые в дальнейшем могут быть причинами инвалидности либо несвоевременной смертности населения России. Если говорить о том, кто может принимать участие в диспансеризации, с какого возраста, как правильно понять, что в этом году я должен пройти диспансеризацию? В принципе, диспансеризация по приказу идет с 21 года. Год прохождения диспансеризации считается тот в год, которым гражданину исполняется количество лет, кратное к трем. То есть, если ему в этом году исполнилось или исполнится 21, 24 и так далее, они могут прийти в поликлинику и проходить диспансеризацию. Судя по тем цифрам и количеству населения, которые на сегодняшний момент уже прошли диспансеризацию, можно говорить о том, что за 5 лет эта компания стала популярной среди населения, уже население более активно принимает участие в диспансеризации. Да, конечно. Тем более, начиная с 2017 года у нас проходят единые дни диспансеризации по субботам. То есть, каждую, как правило, первую субботу месяца мы приглашаем всех людей на диспансеризацию, чтобы они могли это пройти в течение одного дня, даже в течение полудня. То есть, все успевают, все проходят и обращаются к терапевту уже для принятия какого-то решения либо направления на второй этап диспансеризации, либо дают рекомендации по здоровому образу жизни, по лечению и по дальнейшему наблюдению врача. Если человек решил пройти диспансеризацию не в выходной день и не в единый день диспансеризации, а вот просто пришел в будний день в поликлинику и сказал, ну, хочу пройти диспансеризацию. Может ли такое случиться? И как в этом случае организована диспансеризация для таких людей, которые хотят пройти в будний день? Пациент должен обратиться к администратору поликлиники, который запишет на прием к его участковому терапевту. Сейчас нет проблем с записью к терапевту, поэтому это может быть день в день, либо на любой другой удобный для пациента день. Пациент записывается, приходит, вместе с врачом проходят анкету, отвечают на ряд вопросов, выявляют факторы риска развития заболеваний, наследственные факторы, физическая активность обговаривается, вредные привычки, режим питания и еще несколько вопросов. Дальше составляется план, маршрутная карта составляется, в которой отмечается план обследований, который должен пройти пациент. Это первая встреча с доктором, а вторая уже по результатам обследования будет проходить, с результатами этого обследования. Вот если говорить о результативности, насколько действительно диспансеризация эффективна в плане ранней стадии выявления тех или иных отклонений в состоянии здоровья человека? Ну, конечно, каждый человек должен следить за своим здоровьем, и диспансеризация, она, как говорится, способствует этому. Поэтому, скажем так, что пациенту не только надо проходить диспансеризацию, который раз в три года, но и можно проходить профосмотры. Но это практически та же диспансеризация. Она способствует выявлению и ранних онкологических заболеваний, и выявлению сахарного диабета, выявлению таких заболеваний, как артериальная гипертензия. Процент выявления достаточно высок. Поэтому необходимо обращаться к врачу для проведения диспансеризации. Диспансеризация проходит во всех поликлиниках Одинцовского района, во всех лечебных учреждениях? Конечно, во всех. И в данном случае население проходит диспансеризацию по месту прикрепления? Или как осуществляется в этом? Для того, чтобы пройти диспансеризацию, это мероприятие добровольное. Пройти может каждый гражданин Российской Федерации. При себе нужно иметь полис УМС и паспорт. Прикрепиться к лечебному учреждению. Он выбирается один раз в год. И проходить там диспансеризацию. Если говорить о тех 20%, которые еще не успели пройти диспансеризацию, будут ли они охвачены до конца текущего года? Конечно. У нас еще 2 месяца впереди. Ну, не 2-1,5. Конечно, все-все будет. Все 100% пройдут. У нас, в принципе, ежегодное выполнение охвата диспансеризации почти 100%. Ну, и более того, раз население идет так активно, то, собственно, врачам уже даже не нужно лишний раз призывать пациентов быть более ответственными и проходить диспансеризацию. Да, Елена Владимировна? И все же мы призываем. Что бы хотели сказать телезрителям, тем, кто еще не успел пройти диспансеризацию. Возможно, есть даже те, кто еще не слышали о такой компании. О том, что обязательно нужно воспользоваться данной возможностью, пройти диспансеризацию, позаботиться о своем здоровье в 2018 году, потом в 2019 году и так далее. Ну, тем более, это, в общем-то, проходит для человека раз в 3 года. Прошел, ну, 3 года, ну, если уж неспокойно, ну, более-менее можно спать, не переживая за состояние своего здоровья. Как сказали, кроме диспансеризации есть еще и профосмотр. Если даже человек не успел, его возраст не подходит в этом году под диспансеризацию, он может пройти профосмотр. Профосмотр – это практически та же самая диспансеризация, только немножко в уменьшенном объеме обследований. То есть, если вдруг ему, например, в данном году 23 года, то это не значит, что он не может пройти. Он может пройти профосмотр, поэтому тоже необходимо обращаться и в единые дни диспансеризации, и в будние дни. В любом случае, нужно быть более внимательным к состоянию своего здоровья. Конечно. И не затягивать, и не читать форумы в интернете. Ну, уж тем более, наверное, не заниматься самолечением. Правда? Конечно. Ольга Валерьевна, от Вас несколько слов пожеланий нашим телезрителям. Но прежде всего, желаю всем здоровья, следить за своим здоровьем. Ну, конечно, как можно реже обращаться к врачам в плане заболевания. Лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Поэтому и необходимо проходить диспансеризацию. Спасибо Вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Надеюсь, что сегодня мы ответили на многие вопросы наших телезрителей. Спасибо Вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.